Очередное плановое оперативное совещание провел глава Ленинского района Валерий Венцель. Заместители главы администрации, а также руководители муниципальных управлений и служб отчитались о работе в августе и рассказали о перспективных планах на сентябрь. Здравоохранение и общественная безопасность, дорожный ремонт и подготовка к предстоящим выборам. Спектр рассматриваемых вопросов охватывал все сферы экономической, социальной и хозяйственной деятельности муниципалитета. Первый заместитель главы администрации района Дмитрий Волков доложил главе муниципалитета о проведенной работе в области здравоохранения, культуры и социальной сферы. В частности, он рассказал, что 7 сентября планируется открытие больницы в Молокове. Также он отметил, что на территории Ленинского района 774 педагога стали получать дополнительные ежемесячные выплаты. Дмитрий Владимирович обратил внимание собравшихся, что в преддверии зимнего сезона на территории Ленинского района стартовала программа вакцинации населения. У нас план по вакцинации на этот год 54 120 человек. Из них 20 тысяч, соответственно, детского населения, оставшиеся 34 120 взрослого. Прошу еще раз обратить на это внимание. Отдельно мы до вас, до всех доведем, в том числе, где будет проходить, в том числе и в рабочем порядке, где большие коллективы, соответственно, будут делать выезды на места. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов рассказал о работе, проведенной в сфере жилищного и дорожного строительства. В частности, он доложил об окончании замены асфальтового покрытия на всех ремонтируемых объектах, работе по замене остановочных павильонов, открытии новых автобусных маршрутов и благоустройстве придворовых территорий. Отдельно Сергей Гаврилов коснулся темы строительства выезда из 6 микрорайона на трассу Дон. Разработанные находятся на согласовании дорожных карт по выезду из 6 микрорайона на трассу М4 Дон, соответственно, с поручением губернатора Московской области. В соответствии с ней до конца текущего года планируется получение разрешения на строительство объекта. Начало строительных монтажных работ планируется с 1 мая следующего года и завершение до ноября 2019 года. Также на совещании было доложено, что к отопительному сезону готовы 90% объектов инженерной инфраструктуры. Но при этом ряд управляющих компаний имеет долги перед ПТО городского хозяйства, что негативно сказывается на работе коммунальных служб. Также была озвучена ситуация с возведением системы канализования новых районов Видного и Горок-Ленинских. По состоянию на вчерашний день на объект поставлено более 1700 метров так называемых чехлов и почти 4,5 километра пластиковой трубы. Работы ведутся одновременно в 10 точках трассы. Особое внимание глава муниципалитета уделил подготовке к единому дню голосования. Этой теме был посвящен доклад председателя территориальной избирательной комиссии Татьяны Спириной. Она отметила, что по данным избиркома Московской области, Ленинский район является одним из лидеров Подмосковья по подготовке к предстоящим выборам. В настоящий момент проведена огромная работа по организации пункта приемных заявлений. Это так называемый мобильный избиратель. Также в ходе совещания глава городского поселения Видное рассказала о подготовке к празднованию Дня города и района. Следующее оперативное мероприятие состоится через месяц.